Бифрен. Спокий за ясные головы. Критического изменения не произошло. Мы продолжаем активные действия. Враг продолжает активную оборону и эвакуацию, депортацию, которую затеял. Но тем не менее на фоне вот этой их истерии есть необходимость создать снова режим информационной тишины для того, чтобы наша операция прошла максимально успешно. Понятно, что враг концентрируется на техногенном шантаже. Понятно, что сейчас у всех на устах Каховской АГС и угрозы, которые они озвучивают, как угрозы от сил обороны. На самом деле всем давно уже понятно, что все превентивные меры, которые они там предприняли, это заминирование и концентрация сотрудников только тщательно проверенных, увольнение украинских граждан и так далее. Это и говорит о том, что они создали объект специализированный для того, чтобы им и управлять. И только на свое усмотрение решить вопрос, что же дальше делать с этим объектом. Наталья, скажите, а отвод оккупантами военной техники на левый берег продолжается или они уже осуществили все, что хотели в этом плане? Концентрация сил на правом берегу была очень высокой, поэтому отвод сил займет достаточно большую часть времени их еще, в том числе и потому, что мосты использовать полноценно у них не получается. Они создают альтернативные переправы, с помощью которых и пытаются перевести технику. Ну и кроме того, у них все же таки идет война приоритетов, потому что в первую очередь они эвакуируют то имущество, которое имеет для них большую ценность. Это, собственно, намародеренное имущество. И те учреждения, которые они уже успели завести, это пенсионный фонд, банковские учреждения, которые пооткрывали под эгидой российских властей. Наталья, вот мы говорим о том, что они там эвакуируют, отводят, но еще очевидно, есть движение в противоположную сторону? Или они вот эту группировку, которая там еще остается на правом берегу, они никак уже не снабжают и, по сути, она вот просто отводится оттуда постепенно? Фактически, да, у них происходит переформатирование с акцентом на левый берег. Естественно, что часть силы, средства на правом они оставляют, но очевидно это для того, чтобы обеспечить прикрытие именно этого самого перехода, эвакуации. Наталья, а есть информация о том, кого они оставляют? Потому что в СМИ говорилось о том, что либо они это уже делают, либо планируют делать, то есть оставлять на правом берегу новомобилизованных военных и на левый берег переправлять тех, кто принимал участие в так называемой спецоперации с ее начала. Да, офицерский состав, более-менее элитные подразделения перемещаются, там те же кадыровцы, которые себя любят больше, чем то, чем они занимаются, и те же десантно-штурмовые подразделения перемещаются в большей степени на левый берег. На правом остаются так называемые свежемобилизированные, которых подвезли на Херсонщину еще 2000 человек, такие новые команды, которых пытаются рассредоточить как раз по тем рубежам обороны, которые у них еще остались на правом берегу и которым уже подходят наши войска. Наталья, насколько ощутим, продолжают быть украинские удары артиллерии для вражеских войск, вот очередные, очевидно, есть обстрелы, там вот по состоянию там вчерашний день, там не знаю, позавчера было там, что две базы хранения боекомплекта, по-моему, накрыли. То есть есть ли еще какие-то определенные удары, которые ощутимо действительно бьют по оккупантам? Да, конечно, мы продолжаем огневой контроль над этой территорией, он очень избирателен, он очень четко выверен с помощью разведки, потому что мы понимаем, что оккупант защищается мирным населением, пытаясь использовать его как мирный щит. Но, тем не менее, еще три склада боеприпасов вражеских было уничтожено в Береславском районе за прошлые сутки. Снова шло уничтожение военной техники, это и танк, и самоходные установки артиллерийские, и реактивная система залпового огня «Град». Мы продолжаем уничтожать технику, которая направлена на противодействие нашим ударам, это противовоздушную оборону врага, которая развернута достаточно широко, в основном и в Каховском районе, понятно, потому что вокруг моста и той самой ГЭС. Кроме того, за прошлые сутки уничтожено около 20 оккупантов самих, и наши удары, наши подразделения ракетно-артиллерийские выполнили порядка 220 задач. Это говорит о том, что огонь был распределен достаточно широким веером, это и Береславский, и Каховский район, как раз те направления, где у врага сконцентрирована сейчас вот та самая оборонная сила, которую они оставляют, прикрывая свой отход. Кремлевские пропагандисты по поводу удара вооруженных сил Украины возле Антоновского моста, они, значит, говорили о том, что пострадали мирные жители. Можете рассказать, что там произошло на самом деле? Произошла классика гибридной войны, произошла спекуляция и провокация, которую они тщательно спланировали, и, в принципе, в своем же стиле, на который они тщательно и горят, аж дымятся. То есть сейчас они пытаются наполнять эфир свидетельскими показаниями, так называемыми свидетельскими показаниями тех потерпевших, которые там находились, которые пострадали и находятся в госпитале там с ранениями, то ли на вылет, то ли оставшимися, то ли вынутый осколок, то ли заблудившийся. В общем, тщательно путаются в показаниях, поскольку легенда не была продумана, все было достаточно в спешном порядке организовано. На самом деле, что мы наблюдали? Мы наблюдали в пабликах, в открытых доступах картинку, фото, видеофиксацию того, что в районе моста происходили взрывы, комментарии о том, что там работала противовоздушная оборона. Кроме того, после этого в темноте было разыграно шоу по поводу уничтожения мирного населения. Но, опять же, не было поправки на то, что в оккупированной территории оккупационными властями жестко контролируется режим комендантского времени, и в комендантский час гражданского населения там находиться просто физически не могло. То, что они переодевают в гражданку свою регулярную армию, которая просто лишена поставок обмундирования, потому что мы пресекли логистическое сообщение. Они и по соображениям обеспечения тепла, и по соображениям так называемой конспирации переодели подразделения в гражданскую одежду, причем даже не успевая срезать ценники и бирки, и изобразили перемещение мирного населения. При этом я уверена, что будут доказательства того, и в международных судах в том числе, кто же на самом деле обстреливал в этот момент, и от чьих снарядов были взрывы. Мы говорим о том, что мы держим под огневым контролем транспортно-логистические артерии, но мы не наносим бестолковых ударов по объектам критической инфраструктуры, их последующим разрушениям, и по мирным жителям. Мы, еще раз скажу, тщательно работаем над информацией, и благодаря движению сопротивления в том числе, очень хорошо осведомлены, есть ли там гражданские, и можно ли открывать огонь. Наталья, в завершение вернемся к теме Каховской ГЭС. Если вот все-таки предположить, не дай бог, конечно, такой худший сценарий, и действительно оккупанты совершат подрыв плотины, готовы вооруженные силы Украины, в частности, опять-таки, к этому сценарию, то есть если там случится масштабное затопление, то есть как дальше, возможно, следует действовать и так далее. Конечно, это еще один элемент той самой гибридной войны, который и говорит о том, что техногенный шантаж, вот такой вот, он предусматривает ряд превентивных мероприятий, которые в том числе и с силами обороны подготовлены и проведены. Не стоит впадать в панику, нужно понимать масштабы последствий, а мы проводим такую информационную работу среди местного населения оккупированных территорий. Нужно находиться в тех районах, которые будут техногенно не повреждены, не задеты, эвакуироваться так, чтобы не оказаться в зоне воздействия воды, в конкретном случае, говоря, Каховской ГЭС, и понимать, что нахождение возле военных объектов все-таки оставляет зону опасной. Поэтому стараться располагаться подальше. Наталья, спасибо большое, что в такое раннее время к нам включились. Наталья Гуменюк была начальник Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины Юг, которая рассказала нам о том, что происходит на Южном фронте.